В этом выпуске программы «Энергия» лаборатория комплекса «Пригородная» заняла первое место в программе международных лабораторных испытаний. В рубрике «Профессия» командир вертолёта компании «Авиашельф» Виталий Кондратенко. Лаборатория комплекса «Пригородная» компании «Сахалин Энерджи» стала победителем международных производственных испытаний, организованных корпорацией «Шелл». Их цель – помочь нефтегазовым лабораториям соответствовать международным стандартам. Годовое испытание проходило в несколько этапов по принципу «кот в мешке». В лабораторию поступали неизвестные образцы, и специалисты должны были определить их основные показатели. «Смысл этих межлабораторных сравнительных испытаний – это в том, что исследуется образец неизвестного для тебя состава. То есть мы знаем, что исследуется, что нам присылают образец нефти, либо конденсата, либо газа, различного вида газов. Однако мы не знаем конкретных величин». «Сахалин Энерджи» победу своих сотрудников считает показателем профессионализма и качества их работы. Стоит отметить, что в международных испытаниях принимали участие предприятия с более чем 10-летним стажем работы. В этом смысле лаборатория из Пригородного была самым молодым участником. Ей всего три года. Сегодня ее называют передовой на Дальнем Востоке и уникальной для России. Пилот вертолета – это, так можно сказать, одна из романтических профессий. Мне кажется, что это все-таки мужская профессия для настоящих мужчин. Сегодняшний герой нашей постоянной рубрики «Профессия» Виталий Кондратенко – командир вертолетом. Он работает в компании «Авиашельф» почти 12 лет. Виталий и его коллеги – пилоты, механики, диспетчеры – занимаются перевозкой буровиков «Сахалин Энерджи» из аэропорта «Ноглик» на морские платформы и обратно. Когда был еще молодым пилотом, работа на шельфе доверялась только очень опытным экипажам. Конечно, мечтал об этом, потому что это интересно. Где-то в море стоит платформа. Стать пилотом Кондратенко уговорил отец. Старший брат Виталия – тоже авиатор. После Кременчугского летного училища свой профессиональный разбег, Кондратенко-младший, начал со второго пилота. Сегодня он командир вертолета. Искренне полагает, что в отличие от пилота самолета, он видит больше. Особенно где-нибудь в горной местности пролетаешь, так на уровне сопки видно – красиво. В отличие от самолета, у вертолета нет крыльев. Их заменяет большой несущий винт с длинными лопастями. Способность взлетать без разбега и садиться без пробега, а еще висеть неподвижно и двигаться в любом направлении, делает вертолет удобным, а порой незаменимым видом воздушного транспорта. Он не имеет штурвала, а вот такая ручка управления. Значит, ручка управления, педали управления. И вот здесь вот у командира и у второго пилота так называемый рычаг-шаг-газ. Значит, когда мы управляем рычагом-шаг-газ, это значит, машина вертикально может подниматься, опускаться. Это ручка управления, так называемая ручка циклического управления, позволяет вертолету перемещаться в продольной плоскости – влево-вправо, вперед-назад. Ну и педали позволяют вертолету вращаться вокруг своей силы. За день из аэропорта Ноглики совершается два-три вылета на морские платформы «Сахалин Энерджи» и обратном. Один только пилот Кондратенко в прошлом году налетал 200 часов. Как сказал в начале Виталий, пилот – одна из самых романтичных профессий. Но не всякий понимает, насколько она сложна. Поэтому, убежден Кондратенко, без характера, знаний и того, что называет зубом сердца, в кабине вертолета делать нечего. Пилотом не каждый может быть. Эта техника летает по воздуху, она не прощает ни двоечников, ни троечников. Участок проезда между населенными пунктами Невельск-Южно-Сахалин затруднен. Высокая опасность схода лавины. Об опасности услышишь. За город не выезжай. О коварности лавины ни на виду не забывай. Если в горы вдруг собрался, слушай МЧС прогноз, что плавимый вихрь снежный за собою не умел. Если снег идет, то город и сегодня не ногой. Склон опасен, это точно и особенно крутой. Знать об этом должен каждый. Безопасность – это важно.